На восьмом месте у нас целый ряд историй про американских дипломатов. Вы сами знаете, что Америка у нас главный враг, то есть имеются какие-то такие локальные, временные враги типа бумажных тигров, там то это Украина, то Прибалтика, то Польша, то Турция, в Сирии там еще какие-то контрабандисты распоясались и так далее, но такой серьезный глобальный враг у нас один, и это Америка. Ну и, соответственно, раз уж с Америкой ничего не могут наши сделать ни в политическом, ни в военном, я уж не говорю про экономический план, то остается устраивать этой Америке всякие мелкие гадости типа троллинга, какого-то там фейкинга, если есть такого слова, извините, не знаю, и чего-то в таком духе. Вот несколько у нас было очень похожих историй. Сначала на выборах в Костромской области, где, как известно, баллотировались местные городские органы власти партии Алексея Навального, собралось там два с половиной костромчанина, Илья Яшин, и вдруг приезжает на автомобиле с красными дипломатическими номерами, и негр приезжает, негр вылезает из автотранспортного средства и начинает говорить, я американский негр, я, значит, требую ото всех, чтобы голосовали за Алексея Навального, а я сам представитель Госдепа, американского посольства и так далее. Ну, негры, по-видимому, товарищи из антимайдана или какого-то еще такого серьезного объединения, наверное, они его одолжили в ближайшем педагогическом или медицинском институте, поскольку не был он, конечно, ни американцем, ни тем более американским дипломатом, номер на машине тоже оказался фальшивым, то есть его тут же на месте отклеили и так далее. Потом, по-моему, даже подали в суд. Чем это судебное дело закончилось, я до сих пор не знаю, но надеюсь, что чернокожий брат наш не пострадает, сможет доказать, что делал все исключительно из благородных побуждений, а не за какие-нибудь за деньги. Что-то похожее случилось с одним из телеканалов, каналом РЕН-ТВ. Вы уж меня извините, я тут без бумажки вам все докладываю, так что могу делать какие-то небольшие ошибки, но там что РЕН-ТВ, что Хрен-ТВ. В принципе, принципиальной разницы, как вы понимаете, нет. Короче говоря, это Хрен-ТВ или РЕН-ТВ. Они сделали репортаж с митинга оппозиции в московском, чуть было не сказал, подмоскованном, потому что действительно довольно далеко от центра, районе Марьино, и приплели туда американского посла по фамилии Тафт. Это такой новый посол, и вроде бы как он оказался по версии телеканала нашего в Марьино. То есть была сделана так называемая фото-жаба или видео-жаба, в общем, какое-то такое вот рептилиеобразное присмыкающееся с американским послом на митинге в Марьино. На самом деле, американского посла там не было. Кстати, жаль, что его там не было, потому что митинг был очень симпатичный. Я там был, я был на этом митинге, могу засвидетельствовать, что было там очень хорошо, душевно прекрасные люди, лучшие люди Москвы, можно сказать. Но их было, правда, всего так где-то 5-8 тысяч человек, но то, что в Москве набралось 5-8 тысяч очень порядочных, милых, добрых людей, это уже вселяет некоторые надежды. К тому же там, прям вдоль митинга, там стояли такие многоэтажные жилые дома. Вообще, Марьино – это такой убитый спайльный район. И во всех этих многоэтажных домах с первого по последний этаж все окна были открыты, и из них высовывались люди, и с интересом слушали то, о чем говорили Алексей Навальный и прочие деятели оппозиции на этом самом протестном митинге. Так что я думаю, что, в принципе, это очень полезно. То есть надо нести идеи оппозиции в спальные районы. А вось там проснуться. ВОСТОРНОСТВЕННЫЕ